Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Ну, то, что у человека схранились обиды на вас и то, что, по всей видимости, мужчина травмирован чем-то из прошлого, либо, может быть, вашими действиями, неосознанными какими-то, либо своим опытом собственным, вот, сказать, наверное, так. Нельзя, нельзя. Ну, однозначно, по крайней мере, конечно. Но то, что вот, что-то такое есть, это факт. Мне кажется, что внутри вас, вас самой, есть какое-то, знаете, я бы сказал, какое-то непринятие, ну, своих, может быть, действий своих, может быть, поступков своих, может быть, желаний, может быть, своих стремлений, своих выборов, своих решений, вот. Такое у меня, честно говоря, сложилось впечатление, вот. Потому что, вот, чувствуется вина и отторжение. Вот. Той вас, которая была вот в то время, когда все это происходило. А ведь не столь важно, как вы к этому относитесь сейчас, да? То есть, сейчас вы в любом случае другая, по-другому воспринимаете себя, по-другому воспринимаете окружающий мир, вот. И, мне кажется, это же вполне нормально, вот. Что вы воспринимаете, ну, по-другому. Мужчин. И себя, и мужчин, и так далее. Но у меня, у меня такое ощущение, оно довольно стойкое, это ощущение, это чувство, вот. Что, вы себя, ну, вините, вы себя корите, вы себя, вот, не понимаете. И, мне кажется, что, ну, что это может быть, с такой, вот, трудностью для вас, такой, проблемой для вас, скажем так. Так. Вы себя сами вините, и вы себя сами корите за то, что было. А человек, он просто отражает вам то, что вы сами чувствуете. Вот. То есть, это невооруженным взглядом видно, что вам важно вас обесценить, обесценить. Вот. К сожалению, такая ситуация бывает очень часто, что люди, находясь в одной, как бы, ипостаси, переходя в другую ипостаси, не могут сохранить, сохранить прежние отношения. Вот. Ну, по разным причинам. Мне кажется, у вас есть, вот, непринятие своего опыта, который у вас, ну, который у вас есть. И это непринятие, оно очень, очень сильно влияет на вас. Вот. Мне кажется, что, принимай вы свой опыт, вот, ну, словно говоря, там, если бы вы принимали свой опыт, полностью, вот, таким, какой он есть, то ситуация была бы, несколько, несколько, более, к вам, к вам, я бы сказал, что, ну, благосклонно, что ли, что ли. Вот. А так человек ощущает, как вы к себе относитесь, человек чувствует, что вы стыдитесь чего-то, что вы рассказываетесь. И интуитивно появляется такое ощущение, такое интуитивно появляется чувство, да, что если вот, если ты раскаиваешься, вот, значит, ну, скорее всего, что-то не завершено. Вот. Вот. И, соответственно, если что-то не завершено, то это может повториться, даже если вы сейчас так не считаете. Вот. Я это говорю, говорю, не целью вас это задеть, не обидеть, не везет, я это говорю, тем, что у вас, у вас это действительно какая-то больная тема, вот, вероятно, тема ваших отношений, и, соответственно, есть ощущение, что вы еще живете, теми проблемами, которые вас били, вот, а если человек в себе не уверен, вот, а мужчина, как мне кажется, в себе не уверен, как раз таки, вот. Вот. Что это будет вызывать такой момент, да, это будет вызывать отторжение, это будет вызывать негатив, вот. И, соответственно, желание напряжение снять, вот. Так что можно сказать, что вы выбираете человек очень похожего на то, как вы относитесь сами к себе. Ну, то есть, если вы себя обесцениваете, да, если вы склонны себя корить, если вы склонны себя обесценивать, вот, то человеком вы выберете такого, который будет подкреплять ваши мысли о себе, вот. К сожалению. Повторюсь. Вот. Дальше. Вы спрашиваете, как объяснить человеку то, что ему не надо. Ну, собственно, в вашем, как мне кажется, вопросе, да, уже содержится ответ. Вот. То есть, у вас уже есть ответ на вопрос. Человеку это не надо. Человеку это не нужно. Вот. Если человеку это не нужно и не надо, то как вы ему это объясните? Вот. Никак. Потому что ему это не нужно. Вот. Ну, я бы сказал, я бы сказал, что вот на что бы я обратил ваше внимание, да, это на мотивацию. То есть, вот, за мотивировать человека, чтобы он вас слышал. Вот. Но, как вы понимаете, замотивировать человека на то, чтобы он вас услышал, можно только если говорить с ним о том, что его волнует, о том, что его обеспокоит, о том, что ему важно. Понимаете, да? Вот. А пока что, похоже, что вы, на мой взгляд, человека самого не слышите, не слышите. Вот. Ну, понятно, что я могу здесь ошибаться, да, могу быть не прав, конечно. Ну, конечно. Ну, выглядит все именно так. Вот. Поэтому вы правы, абсолютно. Абсолютно правы в том, что не имеется смысла пытаться объяснить человеку то, что, вот, ему не надо, ему не надо, вот, ему это правда не надо, вот, ему правда, ему правда. Ну, чужда ваша позиция, там, относительно того, что вы уже не пока. Это принять, что вы такая, да, что вы изменили, значит, вам поверят. А поверить в вам, это означает подвернуть себя, ну, опасность. Опасность, это не то, что любят, ну, вот, неуверенные в себе, как бы, ну, мужчины, да, вот, к сожалению. То есть мужчина, если он в себе неуверен, вот, мужчина, если в себе неуверен, то он, ну, будет избегать конфликта, избегать от трудностей. Вот. Поэтому момент вот здесь, как мне кажется, такой, ну, то есть вот он в таком ключе, я бы мог вам сказать и ответить. Вот. Дальше. Вы пишете так, как даже Хаггали сейчас? Никак, Светлана. Вы, мне кажется, не верите сами, себе, в первую очередь, вы не верите. А если вы не верите себе сами, в первую очередь, то как, как, как вы хотите, чтобы человек вам поверил? Ну, это немножко не по-то. Вот. Вам нужно сначала самой поверить в то, что вы не не такая, как вы вот себя называете, да? Что вы не такая, что вы изменились, может быть, что вы сейчас уже вас, там, ну, что вас интересуют, там, другие вещи, например. Вот. Вот. Ну, и эту честь себя, эту честь себя тоже нужно признать. Вот. Потому что она, опять, честь вас. Вот. И обидеть человеку, что вы другая, ну, не получится, потому что вы не другая. Вот. Потому что вы, ну, вы все та же. Вот. Немножечко, там, немножечко вы изменились, безусловно. Но в целом вы та же. Вот. И это нормально, что вы та же. Вот. А вы пытаетесь это от себя оборвать, этот опыт от себя. Вот. Ну, получается, естественно, не очень хорошо. Получается, естественно, криво. Вот. Это нормально, что получается криво. Потому что вы, 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 вы себя предаете. Вот. Следующий момент, важный момент, как мне кажется. Он заключается в том, что вы, на мой взгляд, чересчур нуждаетесь в свой мужчина. Вот. Прям. Чересчур. Очень сильно. Очень сильно. Такое ощущение, да, что вы без него не можете. И это делает вас зависимым от человека. А зависимость, ну, волей-неволей он провоцирует на сознание, на построение не очень здоровых отношений. Вот. Где у людей не хватает. Не хватает, ну, такой, знаете, свободы. Не хватает людям. Вот. Не хватает людям естественности, в таких отношениях. Вот. И значение человека, ну, естественно, практически искусственно увеличивается. Вот. Мне кажется, это не та позиция, которая заслуживает, вообще кто угодно, на любой человек. Вот. Поэтому я бы сказал, что вам нужно обратить внимание на на свою нуждаемость в человеке, да, на свою попременность в нём. Вот. То, что вам хочется вот быть с ним, то, что вы не готовы обратить. Вот. Потому что вы не готовы обратить. Вот. Ну, кажется, это очень... Очень важный момент. То, что вот осталось здесь... Делает вас нуждающийся в нём. Вот. Что именно. Делает вас нуждающийся в нём. Чего вам хотите и чего вам хватает. Вот. Вероятно, в целом, ваша жизнь может быть вам неинтересна настолько, чтобы вы могли себя чувствовать плюс-минус неплохо. Без мужчин. Я имею ввиду не в плане физиологическом, да, а не в плане духовном. Потому что здесь мы все нуждаемся в других людях. Здесь мы все нуждаемся в другом человека. Вот. А я имею ввиду... Я говорю больше про... Потребности вообще. Я больше про это говорю. Говорю. Вот. И мне кажется, что на это вам нужно обратить в первую очередь своё внимание. Вот. Если вы становитесь уязвимым, да, если вы становитесь уязвимым, то как вы, например, обращаетесь со своей... ну, со своей уязвимством? Вот. Что вы, что вы делаете с ней? Вот. А принимаете ли вы её, например? Или вы больше, там, не знаю, стыдитесь... ну, стыдитесь её? Вот. Сейчас вам, мне кажется, нужна поддержка. Сейчас вам нужно кому-то поплакать, потому что тяжело и больно вам сейчас. И я могу это понять. И я могу это понять. Я понимаю это. Вот. Поэтому мне хочется, чтобы вы позволили специалистам вам помочь. Вот. Чтобы вы, может быть, выплакались, чтобы вы, может быть, выразили все свои боли, которые у вас имеют место быть. Вот. Дальше же смотрели бы на то, как можно меняться и на то, что можно здесь вам для самой себя сделать. И хотите ли вы вообще что-то для самой себя делать сейчас, кроме, например, того, чтобы объяснять человеку то, что ему не нужно. Вот. Мне кажется, вы интуитивно очень неглупый, хорошо чувствующий человек. Вот. И мне кажется, что, вот, пользуется, пользуется вы этим. Почаще, да? Пользуется вы этим почаще. Проблем у вас было бы гораздо меньше. Вот. Просто, вероятно, опять же, из-за того, что вы склонны себя обесценивать, вот, вы пропускаете важный, важный, важный аспект своих ощущений, вот. Когда, например, нужно, допустим, что-то прочувствовать, да, а вы этого не делаете, например, вот. Обесценивая или замечая даже того, что происходит. Вот. Хотя это очень важно. На самом деле. Вот. Так вот, мне кажется, можно вам ответить на ваш вопрос, который вы задаете. Вот. Поймите, что сложно строить отношения с человеком, который не принимает себя. Такой человек запросто может не принять и меня. И если у меня есть сомнения относительно самого себя, вот, то, конечно, я от такого человека постараюсь избавиться, потому что мне будет бесконечно больно и тяжело с ним находиться, находиться в состоянии постоянной, как мне кажется, борьбы не умею не любить. Вот. Достаточно редко, к сожалению, бывает так, что человек, который не принимает какие-то, ну, какие-то вот элементы, да, какие-то части себя. Вот. Встречает кого-то, кто его принимают таким, как он есть. Это бывает достаточно редко. Вот. В основном, если встречается кто-то, кто может увидеть то, что человек не видит сам. Вот. Ну. Такое бывает, но редко. Вот. Вам, как вы видите, не повезло. Вот. Но, с другой стороны, вы получили возможность возможность вырасти. Обратите внимание на себя. Вот. У вас появилась, может быть, первая за вашу жизнь реальная возможность вырасти. Возможность стать взрослее, стать более зрелой. Как лично. Вот. И в одном из открытых в CPM. Новые ресурсы. Которых раньше, может быть, вы никогда не замечали. Вот. Вот. Такая история. То, что я могу вам сказать, да, сейчас вот. Ну, с точки зрения психотерапии, конечно. С точки зрения психотерапии, конечно. Я могу надеяться только на то, что вы сделаете для себя определенные выводы. Я надеюсь, что вы посмотрите внимательно. Но, то, что я постарался до вас донести. Вот. И, как бы, решите дальше уже, что вам с этим делать и к какой стороне вам двигаться. Вот. Ну, ну, в своей страны. Мы рады будем вам в любом случае помочь и рады будем оказать любую помощь, которая вам понадобится. Ну, я так точно. На этом все. Надеюсь, что мой ответ был полезен вам. Желаю всего самого доброго и удачи.